Есть такая стратегия детей воспитывать. А если серьезный, долгосрочный план по работе в этом направлении в правительстве региона действительно имеется. Во вторник на заседании обсудили вопрос о реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2016-2020 годы. 1 декабря президент в своем послании к федеральному собранию поставил четкую задачу перед отечественным образованием воспитывать нравственного человека. В воспитании подрастающего поколения мелочей не бывает. Важно все. От отношений с родителями до секции, которые посещает ребенок. Ольга Антонова рассказала об образовательной стороне медали. 93% юных жителей региона обучаются в современных условиях. Вместе с тем только чуть более четверти школ имеют в штате психолога, специалиста, который знает, как разговаривать с детьми. Зачастую эта роль ложится на плечи классного руководителя. С ними, как выяснилось, тоже есть проблемы. Нас же тревожит случай отказа педагогов брать на себя в добровольном порядке функции классного руководителя. Анализируя причины этого, мы отмечаем низкий уровень стимулирования деятельности классных руководителей. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя во многих школах не превышает 1 тысячи рублей в месяц. Воспитать патриота – задача не из дешевых. На реализацию таких мероприятий в 2016 году из областной казны было выделено более 11 миллионов рублей. К патриотизму привлекли 85 тысяч юношей и девушек. Доказали свою эффективность, влияние на молодежь. Такие мероприятия патриотической направленности, как конкурс военно-патриотической песни «Славим Россию», военно-патриотическая игра «Зарница», которая проводится для различных категорий обучающихся, соревнования в рамках Единого дня призывника, шествия «Бессмертный полк», акции «Я гражданин России», молодежные акции, посвященные 9 мая, 22 июня, а также Дневого соединения Крима с Россией и ряд других. О том, как выстроена работа в областном центре, рассказал глава города Владимир Шарипов. 85% молодых людей заняты в учреждениях дополнительного образования. Согласно статистике, менее остальных в этот процесс вовлечены ребята в возрасте 12 и 14 лет. Прошло время, когда можно было гордиться просто сохранением системы дополнительного образования. Сегодня предлагать детям нужно то, что им интересно. Клубный танец, роликовые коньки, скейтбординг, граффити, робототехника, техника видеомонтажа. В 2017 году в Иваново запланировано открытие детского технопарка. Вместе с тем, исполняющий обязанности председателя правительства Сергей Зобнин предложил главам муниципалитетов разработать комплекс мер по преумножению на своих территориях количества секций и кружков. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.